друзья приветствую константин из питера передал очередной образец данном случае это у нас shell helix ultra 540 с новейшим допуском спи из audi a4 1 и 8 тфс ай 305 мочасов посмотрите как баночку немножко даже повело от температуры так ну и образец свежего из другой посылки я уже проверял данное масло эталон у меня есть поэтому сразу приступим к проверке отработки вот а 4 13 года мотор понятно 170 сил 46 объем картера плюс была доливка литр 94 практически тысячи километров пробег достаточно свежий мотор значит около 5000 пробег на масле сейчас прибор проверяет частоту окон и фон измеряет это все 305 моточасов средняя скорость 16 километров в час расход 13 один средний ну и газпром нефть 95 топлива так сейчас я закладываю пару капель свежего и давайте посмотрим что намерит прибор так по противоизносных присадкам сто процентов но здесь я уже заметил отмечу что если разжижение есть то скорее всего и уровень противоизносных будет повышаться потому что противоизносные присадки из топлива влияет на уровень их в масле смотрите есть нитрова не уточнял я масса воздушный фильтр на этом моторе примерно около 600 моточасов отработал растет кислотная 307 и принципе не так сильно понижается щелочное но здесь очень большой запас в эталоне 11 4 щелочное и 185 кислотная то есть запас очень большой очень крепкое масло вот но здесь еще он приличный остался но тем не менее ну где-то наверно да вот так можно сказать что в половину сработался так сейчас я покажу вам сравнение вязкости свежего отработки так а потом попробую там свое мнение выскажу относительно ресурса масла и прочего так значит налил и давайте посмотрим да учитывая что такая низкая средняя скорость городская езда видим примерно 40 с копеечками процентов разжижения в данном понятно откуда берется сто процентов противоизноски вот оно топливо в масле и понятно что показывает да не забывайте отметить видео значит поставить палец вверх подписаться кто не подписался нажимать колокольчик если хотите получать уведомления сейчас покажу вам значит табличку предполагаемого прогноза ух тут я немножко ошибся прошу прощения надо было выделить вторую строчку по нитрованию данные данное масло сработает за 390 моточасов ошибся немножко не не отметил вот до этого еще 200 часов фильтр отработал по-моему так мне константин сказал вот вязкость 720 часов и 600 часов мощи нейтрализующие свойства много ресурс большой но хочу сразу отметить уже не первый раз я обращал внимание что если очень низкая скорость в основном городская езда то же самое такая же ситуация была с каеном и примерно такой же ресурс был но здесь еще не забывайте что литр долит значит масло потребляет автомобиль долит литр и вот эта низкая средняя скорость скорее всего говорит о том что мотор практически сильно не крутится масло не перегревается в частности в турбине там как по трассе на высокой скорости и поэтому деградация несколько меньше опять же повторюсь в каене можете посмотреть есть несколько видео про парше там тоже около 16 средняя скорость и вот такая же похожая ситуация 500 600 муд часов здесь с учетом доливки но я думаю что это было бы меньше чем 500 часов но в районе 500 скорее всего было бы вот а так вот удивительно да же женщина ездит скорее всего больше времени наверно стоит в пробках там где нету перегрева многие из вас знают что если например турбированный автомобиль что если ехать по трассе достаточно быстро турбина очень сильно нагревается разогревает масло и это естественно ускоряет деградацию плюс к тому что масло очень большой запас вот этот дельта между кислотным и щелочным она у нас тут практически ну без малого 10 единиц часто очень это там 6 там на малозольных каких-то маслах на современных допусках 5 бывает даже здесь вот отличный такой практически 10 единиц и естественно это тоже влияет очень сильно на ресурс ну вот такой получился тест благодарю константина за образцы и поддержку канала все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья всем мира берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока